Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый господин премьер-министр. Переговоры с премьер-министром Японии, господином Синдзе Апо, прошли в конструктивной атмосфере. И сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. Япония – важный и перспективный партнёр для России, и мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двухсторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учёта интересов друг друга. Сегодня вначале в узком составе, а затем с участием ключевых министров и руководителей крупных компаний подробно обсудили текущее состояние российско-японских связей. Рассмотрели итоги развития реализации договорённостей, достигнутых в ходе нашего визита в Японию в декабре прошлого года. Определили приоритеты взаимодействия на ближайшую и более отдалённую перспективу. С удовлетворением констатировали с господином Абе, что за последнее время контакты между нашими странами активизировались. Возобновлена, в частности, практика встреч министров иностранных дел и обороны в формате 2 плюс 2. Налаживается диалог между Советами безопасности. Укрепляется сотрудничество по парламентской линии. Отрадно, что после определённого спада начала выправляться ситуация и в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли. При этом объём накопленных японских инвестиций в России также растёт. В 2015 году он был 1,3 миллиарда, в прошлом – 1,7. В рамках межправительственной комиссии согласован и реализуется масштабный план совместной работы и сводный перечень, включающий 80 приоритетных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, инноваций, малого бизнеса, гуманитарных обменов. Финансовую поддержку и реализации двухсторонних деловых инициатив призвано обеспечить новый российско-японский инвестиционный фонд объёмом в 1 миллиард долларов. Кроме того, Агентство привлечения инвестиций и Фонд развития Дальнего Востока совместно с Банком международного сотрудничества Японии окажут содействие в осуществлении капиталовложений в экономику дальневосточного региона России. Разумеется, предметно обсудили с японскими партнёрами вопросы углубления взаимодействия в такой стратегической сфере, как энергетика. Россия является надёжным поставщиком углеводородов в Японию и обеспечивает порядка 8% потребностей внутреннего рынка этой страны в зажиренном природном газе. В свою очередь, японский бизнес участвует в разработке нефтегазовых месторождений Сахалин-1, Сахалин-2, в строительстве завода сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Говорили с премьер-министром об и о планах совместного возведения газопровода Сахалин-Хоккайдо, создания морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперации в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Реализация этих перспективных проектов поможет обеспечить японских потребителей дополнительными энергоресурсами по коротчайшим маршрутам и по доступным ценам. Хорошие возможности для взаимодействия открываются в области мирного атома. Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении АЭС Фокусима-1 и предлагает самые современные технологии для очистки загрязнённого грунта, переработки радиоактивных отходов. В ходе переговоров были предметы рассмотрены и вопросы углубления двусторонней промышленной кооперации. В России в настоящее время обеспечены максимально комфортные условия для привлечения периодовых технологий и создания новых инновационных производств. В особых экономических зонах и на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке иностранным инвесторам предоставляются налоговые преференции, упрощённый административный режим, модернизируется инфраструктура за счёт государства. Рассчитываем, что этими уникальными возможностями в полной мере воспользуются и наши японские партнёры. Они получат не только прямой выход на российский рынок, но и доступ к потребителям из стран Евразийского экономического союза и СНГ. Ожидаем масштабного представительства японских компаний и банковского сектора на крупнейших экономических форумах России – Петербургском и Восточном. Ценим решение Японии принять участие во международной промышленной выставке в Екатеринбурге и на пром-2017 в качестве страны-партнёра. Приветствуем активизацию межрегиональных связей. В рамках нынешнего визита подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути. Таким образом, реализация личной инициативы премьер-министра Японии, с которой он выступил на переговорах в декабре прошлого года, вступила в свою завершающую фазу в этой части. Отметили с господином Абе рост культурных и гуманитарных обменов. В июне в Японии откроется фестиваль «Русские сезоны». В её рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250. Они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства. Мне очень было приятно услышать, что господин премьер-министр согласился любезно принять участие в открытии этих мероприятий в Токио. В следующем году условились провести перекрёстные года России и Японии. Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чём мы договаривались с господином Абой ещё в декабре в Токио. Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов. Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Россия обеспечит прямой авиаперелёт для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков. Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы также неоднократно говорили господином премьер-министром. Он ставил эти вопросы, и я с ним согласен, что они должны быть решены. Рассчитываем, что всё будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами. Естественно, большое место на переговорах заняла и международная проблематика. Обсуждались вопросы сотрудничества в многосторонних организациях, прежде всего в ООН, в Совете безопасности, где Япония является непостоянным членом сегодня. Отдельно затрагивалась ситуация и на Корейском полуострове, которая, по нашему с премьер-министром мнению, к сожалению, серьёзно деградировала. Призываем все государства, вовлечённые в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу. Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров. В заключение хотел бы ещё раз выразить признательность господину премьер-министру, всем нашим японским коллегам за заинтересованный и деловой разговор. Мы договорились продолжить наши контакты по Владивостоке и на полях Третьего Восточного экономического форума, но и, надеюсь, на встречу в рамках «Двадцатки» в Гамбурге. Большое спасибо за внимание. Я очень рад, что через четыре года смог вновь посетить Москву. А сей души благодарю президента Путина, российский народ, за то, что тепло меня приняли. В первую очередь я хочу ещё раз выразить скорбь по жертвам зверского теракта, случившегося в метро Санкт-Петербурга, и выразить сочувствие тем, кто получил ранение, и пожелать им скорейшего восстановления и вздоравливания. Такой рода теракт является атакой на человечество в целом, и я решительно его осуждаю. В это трудное время Япония с вами, Россия. Япония в взаимодействии с Россией, международным сообществом, будет вносить свой вклад в борьбу с терроризмом. В декабре прошлого года я приветствовал президента Путина в Нагато. Нашёл снег. На моей малой родине президент Путин прочёл письмо от бывших жителей островов, от бывших жителей северных территорий, северных четырёх островов, в котором они делились с ними своей болью, своими сокровенными мыслями. Глаза президента Путина были внимательные и серьёзные. Твой взгляд того момента, весь твой облик я и сейчас очень хорошо помню. Люди писали, хочу без стеснения свободно посетить могилу своих предков, родных края. Хочу встретить утро на своей малой родине. И решено впервые, и на пресс-конференции президент Путин честно и откровенно сказал, что он был глубоко тронут. Решение решено впервые в истории самолёта осуществить посещение могил родственников бывшим жителям островов. Я хочу, чтобы в погожий июньский день бывшие жители островов посетили могилы своих предков на Кунашире и Турупе. В течение многих лет пункт процедуры въезда-въезда был только один, а теперь и количество пунктов увеличится. Мы согласовали, что в этом году такой пункт будет открыт и вблизи островов Хаба-Май. Хочу, чтобы это было реализовано уже в августе. Мы углублённо обсудили и совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыб и морских ежей. Будут развивать уникальный для северных четырёх островов туризм, в том числе экотуризм с использованием богатой природы. Будут повышать жизненный уровень удобства проживающих там российских граждан, а также создавать много новых возможностей для японцев, которые будут приезжать и заниматься экономической деятельностью. Мы хотели бы вместе создать такое будущее надежды. В качестве первого шага мы согласились на отправление туда исследовательской делегации с участием представителей правительства и частных кругов до конца мая. Руками представителей обеих стран начнётся конкретизация проектов. Будем накапливать такое вначале маленькое сотрудничество и достигнем большого развития в совместной экономической деятельности. И за такими общими усилиями есть мирный договор, к чему стремимся мы с Владимиром. Это взаимовыгодная для обеих стран историческая попытка. Мы с Владимиром хотим укрепить взаимодоверие между нашими народами посредством нового подхода, не зависящего от прежних идей, и заключить мирный договор. На основе взаимовыгод и взаимных выгод, а также взаимодоверия, мы с Владимиром хотим рука об руку вдвоём идти по пути к заключению мирного договора. Что касается плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного мной в прошлом году в Сочи, то наблюдается его верное продвижение. Мы с президентом Пучином поделились формой сотрудничества в областях медицины и городской среды. Будем дальше конкретизировать наши планы сотрудничества так, чтобы многие российские граждане реально могли чувствовать развитие японо-российских отношений. В 2018 году запланировано одновременное проведение Года Японии в России и Года России в Японии. Это важное мероприятие для стремительного расширения культурных связей обеих стран, и мы надеемся на то, чтобы посредством культуры больше японцев ещё больше полюбили Россию, а больше российских граждан испытали ещё больше чувства близости к японцам. Владимир, мы в моём родном городе Нагато объявили свою честную решимость о том, чтобы разрешить вопрос мирного договора нашими собственными руками. С тех пор прошли четыре месяца, и я приехал в Москву, выполнив своё обещание. За прошедшие четыре месяца достигнуты конкретные пощаговые продвижения к нашей общей цели. Основываясь на соглашении, достигнутом в городе Нагато, усилим эти шаги к окончательной цели. На сегодняшней встрече мы с президентом довольно долго обсудили северокорейский вопрос. Россия является постоянным членом Совбеза ООН и важным партнёром шестисторонних переговоров. Мы с президентом Путином согласились на то, чтобы Япония и Россия и дальше тесно будут сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она полностью соблюдала резервюции Совбеза ООН и возвращалась от дальнейших провокационных действий. Мир сталкивается с такими задачами, как ситуация в Сирии и борьба с терроризмом, который невозможно разрешить без конструктивной роли России. Мы серьезно и откровенно дискутировали о том, как Япония и Россия должны сотрудничать в международном сообществе. Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на день во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге в июле этого года. Я также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском восточном экономическом форуме во Владивостоке. И в этом году, пользуясь всеми возможностями, мы предменим японо-российские отношения в широких областях. Я сейчас обновляю эту твердую решимость. Спасибо. Аплодисменты 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 Аплодисменты